Осенний солнечный день, музыка и улыбки прохожих. Совсем недавно в Светлоярском парке в Нижнем Новгороде завершился второй этап благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. И теперь он готов принимать гостей. Реконструкция проходила под строгим контролем общественных контролеров, которых по такому торжественному случаю решили наградить. Столько мы здесь времени провели. Я думаю, что жители близлежащих домов, которые в том числе и были общественными контролерами, они просто настолько душой прониклись к этому месту, потому что они сами были как со-созидатели в этом общественном месте. То есть они контролировали каждый этап работы. Вот в первую очередь сделали парк, но замечаний было очень много. Там деревья посохли, что-то не доделали. И когда наступила вот вторая очередь, пришлось уже наблюдать по-серьезному. Ну и в конечном итоге вот получился у нас такой замечательный парк. Самое главное, что хотелось бы отметить, то что все вот эти пространства, которые делаются для наших нижегородцев, для сормовичей в первую очередь в данном случае, они обретают смысл, обретают жизнь только когда они востребованы жителями и когда они ими используются. Жители и гости города с удовольствием пользуются возможностью прогуляться по новому обустроенному парку. Красивые виды, удобное расположение дорожек для прогулок и велосипедистов, детские площадки и яркие арт-объекты. Но это еще не все. Для здорового времяпрепровождения посетителям предлагают поучаствовать в бесплатных тренировках на свежем воздухе на выбор занятий фитнесом, единоборства и танцы. По поводу тренировок, я думаю, что сейчас это, наверное, очень актуально, потому что занятие спортом на свежем воздухе – это все-таки залог здоровья и долголетия. И сейчас, как никогда, нужно поддерживать иммунитет в тонусе и заниматься спортом. На самом деле, в наш благоустроенный парк стали приезжать со всего города. Количество отдыхающих увеличилось в разы. И это, конечно, греет душу, потому что мы старались. Мы проводили здесь большое количество времени для того, чтобы людям потом было комфортно, уютно. Реконструкцию провели по национальному проекту «Жилье и городская среда». В итоге парк преобразился до неузнаваемости. Чтобы сохранить его в таком виде, были установлены камеры видеонаблюдения. В дальнейшем «Зеленая зона» станет площадкой для проведения культурных и спортивных мероприятий.